Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и у нас сегодня с вами новый эфир. Сейчас чуть-чуть отстроюсь. Я очень надеюсь, что вам начали приходить приглашения. Если не начали, то нужно обязательно включать уведомления, которые я оставляю в счетчик с уведомлениями, когда анонсирую эфир, для того, чтобы вы получали информацию о том, что эфир начинается. Тем не менее, я знаю, что вы будете смотреть этот эфир в любое время, поэтому сегодня я хочу начать тему, которую буду в течение недели обсуждать, и мы будем с вами говорить на крутую тему, но давайте для начала несколько слов о себе. Я занимаюсь тем, что помогаю людям перезапустить свою жизнь, то есть взглянуть на свою жизнь, на то, какой она является, и рассказать о том, каким образом её можно сделать совершенно другой, потому что большинство из нас считают, что жизнь с ними вот случается, и что всё то, что мы имеем, это некая судьба, всё предопределено, и ничего я не могу с собой сделать. Вот как раз моя задача с помощью тех знаний, которые я даю, с помощью той энергии, которую я даю, помочь вам осознать, понять и научиться управлять своей реальностью. И тема сегодняшнего эфира как раз имеет такое название «Секреты преображения», и говорить мы сегодня будем о теле. Но обычно, когда говорят о секретах преображения тела, люди говорят о том, каким образом нужно худеть, каким образом, значит, нужно там себя мотивировать бегать, тренироваться, не есть. Я тот человек, который очень много лет жил в страхе лишнего веса, я человек, которого в детстве поддразнивали толстушка, я человек, который имел и получил в 18 лет огромное количество комплексов, когда мужчина сказал мне, что я жирная, и из-за этого сексуально непривлекательная. Я тот человек, который знает о том, что такое таблетки для похудения, чьи для похудения, диеты и все возможные издевательства над собой. И для меня тема тела особо актуальна, потому что много лет я считала, что я никогда не буду привлекательна для себя, прежде всего. Много лет я стыдилась того, как выглядит мой живот, я стыдилась показывать свои ноги, я стыдилась своего носа, и, в общем, было огромное количество своей груди, забыла о важном моменте, конечно же, о груди. И, в общем-то, было очень много моментов, которые для меня были болью. Конечно же, имея другой ряд качеств, которые я выпячивала, ну, как бы прокачивала, выпячивала, я понимала, что раз я не первая красавица, значит, я где-то должна быть умницей, где-то я должна быть обаятельной, где-то я могу просто взять напором, выгрызти, выиграть, победить. Вот эти слова были для меня такими очень важными. Я понимала, что красотой я, скорее всего, не возьму, поэтому придётся брать чем-то другим. И сегодня достаточно смешно это выглядит, лично для меня. Возможно, кто-то по-прежнему, конечно же, я получаю оценку прекрасных зрителей, среди которых есть оценка, что я в Аббияга, там страшно. Но на данный момент, конечно же, это уже никоим образом я не отношу к себе, а скорее оставляю к мыслям и чувствам тех людей, которые это говорят. Но действительно много лет я с этим жила, страдала, переживала, переживала из-за этого большие свои моменты и приписывала неудачи в личной жизни тоже этому, где это сильно понижало свою оценку и находилось в каких-то абьюзивных отношениях, потому что считала, что на большее я не могу претендовать. И вот какие-то разные были моменты в моей жизни, иногда я себя чувствовала симпатичной, иногда страшно красивой, но страшно. Вот, иногда наоборот, но никогда в моей жизни не было такого момента, когда я смотрела на себя в зеркало и говорила, «Боже, Оля, какая ты красивая, какие у тебя красивые ноги, какой у тебя красивый живот». Я всё время вела войну со своим телом, моё тело – это как бы мой оппонент, с которым я сражалась, и, к большому сожалению, я вижу, что сейчас для многих людей это реальность. И я могу вам сказать, что когда я вижу тучного человека, большого человека, я понимаю, и иногда это очень часто, это очень обаятельные, прекрасные люди, но я понимаю, что это люди, которые решили сдаться, которые много лет физически или морально вели с собой войну, а, возможно, и продолжают это делать, но где-то решили сдаться и забить. И именно потому что с телом ведётся война, война, я часто повторяю это слово, война никогда не может быть выиграна, это нужно понимать. Война – это всегда негатив, война – это когда я делаю, потому что я ненавижу, я пытаюсь выжить, да, война – это там, где насмерть, там, где нужно сражаться, там, где ты сцепляешь зубы, но, к сожалению или к счастью, нужно осознать, наверное, к счастью мы можем это осознать, и к сожалению, не знаю, что тут за сожаление, важно понимать, что там, где у вас есть сражение и война, там никогда нельзя выиграть. То есть даже если вы выигрываете сегодня, вы завтра в чём-то проигрываете, это нужно понимать, поэтому всегда важно идти к мировой, и какое бы желание у вас ни было, там, не знаю, получить тело мечты, вернуть или заполучить любовь, уважение, стать кем-то, никогда не нужно ставить себя в противовес с кем-то или с чем-то в контексте войны, я выгрузу свою победу. Поверьте, никогда вы от этого не ощутите удовольствия длительного и наслаждения, всегда будет где-то боль, потому что когда мы, это баланс таких весов, когда мы в чём-то выигрываем, мы однозначно в чём-то проигрываем. Поэтому моя история и то, чем я хочу поделиться с вами, это как раз не про войну, это как раз про осознание и про понимание, когда я понимаю и осознаю, что происходит, когда я понимаю вторую сторону, разбираюсь с собой, а тело это, сейчас я вам расскажу про тело больше, тело это не вы, вы должны это понимать, тело это не вы, вы это не ваше тело, это две раздельные такие субстанции, сегодня об этом поговорим, и поэтому выиграть здесь нельзя, и наша задача научиться договариваться. Так вот, очень много лет я страдала и сражалась со своим телом, и постоянно эта борьба была, конечно же, похудеть, конечно же, в чём-то стать лучше, и чем больше я худела, тем больше я была с собой недовольна, естественно, потому что вылазило что-то другое. Тело это не только про худой или толстый, да, ну простите за эти грубые слова, но вот чтобы было понятно, не хочу никого обижать. Тело это про здоровье, тело это про самочувствие, тело это про то, что оно может с нами говорить. Ну давайте тогда сделаем, чтобы было понятно, о чём мы говорим, давайте тогда сделаем вот это разделение, о котором я сказала, что я это не моё тело, вы это не ваше тело. Смотрите, человек, это у каждого человека, да, есть внутренний и внешний мир. И мы с вами знаем, что люди, которые, уже есть такие исследования, да, что люди, которые уходят в состояние комы, люди, которые испытывают клиническую смерть, это люди, которые в данный момент физически ничего не делают, а их физические дела выглядят как выключенными, да, так, словно их выключили, но при этом человек продолжает чувствовать. Так вот, мы неоднократно слышали с вами про разные жизни, мы с вами понимаем, что откуда-то душа приходит, куда-то уходит. Вспомните, как выглядят младенцы, да, абсолютно космические существа, они похожи на старичков, у них старые глаза, когда они только рождаются, столько мудрости в этих глазах. Если у вас вот были маленькие дети, то, возможно, вы помните, что иногда на них даже страшно смотреть, потому что кажется, что ребенок знает про тебя вообще абсолютно все, и тебе становится от этого не по себе. И в таком же состоянии затем, вот такого же знаю все, пожилые люди, да, когда они там часто уже не могут ходить, возможно, парализованы, не могут говорить, но при этом в глаза им смотреть очень страшно, потому что ощущение, что они подключены к какой-то уже инстанции, уже уходят, да, это так называемый порог дельта, потому что у, как бы, человек, ладно, давайте не буду усложнять эту историю, а то сейчас я вас забуду. В общем, то есть мы с вами рождаемся и уходим в одном и том же состоянии, это важно понимать. Частота колебаний нашего головного мозга находится на одной частоте при рождении и при смерти. То есть это как бы зафиксировано, это физические, научные, уже научно доказанные факты. Так вот, наша с вами душа, это то, что, как бы, мы говорим, карма, да, там карма из прошлой жизни, это то, что путешествует по жизни. Но тело – это то, мне очень нравится это такое выражение, что тело – это то, что даётся нам в аренду. Вот смотрите, мы с вами рождаемся и получаем некое тело, к которому мы приходим. Давайте чуть-чуть потрогаю эту тему шире. Вот часто говорят, рождается человек в больном теле, человек, который болен ДЦП или чем-то ещё. Давайте подумаем о такой вещи, гипотетически порассуждаем. Представьте себе, что вы живёте в этой жизни, и вы натворили что-то очень страшное. Вы маньяк, убийца, террорист, вы сделали что-то страшное. И затем покончили жизнь самоубийством, или вас расстреляли, пока вы там расстреливали в Америке американских школьников. Но мы же все неоднократно слышали, да, и видели про все эти теракты и истории, и волосы всегда дымом поднимались, когда мы думали о том, что же у человека такого в голове. И вот этого человека пристрелили, или он сам себя пристрелил. Неужели вы считаете, что прожив такую жизнь и получив такую карническую историю, этот человек, как в компьютерной игре, приходит в следующую жизнь, к любимым родителям, в образе маленького ребёнка, и всё у него замечательно. И он начинает всё сначала. Конечно же, нет. Человек получает в аренду тело, его душа. И вот моё личное мнение, что дальнейшая его история, и физическая в том числе, почему кому-то даётся тело, у которого порог чего-то, у которого, например, ДЦП, когда не шевелится ребёнок, у него есть очень много ограничений. Тело – это как некая награда, так и некая тюрьма. Как по мне, честно вам скажу, я ничего страшнее не могу придумать, как прожить жизнь в теле, когда ты не можешь говорить, ты не можешь ничего делать, у тебя не может быть никакого развития жизни, потому что ты сидишь в коляске с головой на боку. И, безусловно, возможно, я не права, я не хочу ни в коем случае никого обидеть, но подумайте об этом. Не тюрьма ли это самая жесточайшая, которую только можно придумать? Это даже не решётка, это даже не жизнь по ту сторону решётки. Это история, где ты всю жизнь слышишь, видишь, думаешь и нифига не можешь сделать. И моё личное мнение, что и тело, и вот эта наша история выдаётся нам, исходя из нашего жизненного опыта. Так вот, когда мы приходим, мы в аренду получаем тело, тело, исходя из того, какую жизнь мы прожили. Большинство людей в процентном соотношении получают абсолютно нормальное, здоровое человеческое тело. И что начинает происходить с нами дальше? Откуда у нас начинает появляться это дикое желание то набить себе татуировок, то себе всё попробивать, растягивать себе глаза, начинать нажираться так, что у нас 300-400 килограмм у некоторых людей вырастает, или с ожирением люди ходят, растягивают себе абсолютно все части тела. Что происходит, друзья? Хочется задать вопрос, что вы делаете со своим телом? Представьте себе, что вы пришли в автосалон и можете выбрать себе любой автомобиль, любого класса, вы его выбираете, и дальше вы берёте краску и решаете нарисовать на нём сердечко. Потом в какой-то момент вы решили его пробить гвоздями, потом вы решили сдуть ему колесо или попробовать поставить ему другое колесо, или как губы сделать колесо сильно больше, посмотреть, способно ли оно, поставить себе импланты к женщинам относятся, которые у некоторых женщин разрываются, ребры ломаются, не выдерживают. И вот у нас начинается эта экспериментаторская работа. Теперь, внимание, вопрос. Как вы считаете, вот давайте мы сейчас так с вами смотрим, находясь в здравом, здоровом состоянии ума, счастливого человека, который реализуется и счастлив по жизни, может ли нам прийти в голову, начать растягивать своё тело, начать перекалывать своё тело, начать менять в нём какие-то части, которые нам не очень нравятся, уменьшая, обрезая себе бёдра, или делая себе татухи на пол лица, или на лбу, что должно происходить с нами, вот может ли здоровый человек это с собой делать, человек, который счастлив, и который является успешным и реализованным. Вот напишите мне сейчас, вот подумайте, может ли это в принципе произойти, что у человека появляется какое-то желание, постоянно есть и иметь не просто не идеальную фигуру, а иметь отвратительную фигуру в валиках жира, во всех этих делах. Вот может ли это произойти со здоровым человеком? Ну вот что должно быть в жизни? Нет. Один вариант. Со здоровым не может. Нет. Есть варианты ещё другие, только нет. А я подожду. Мне очень важно ваше взаимодействие. Поставьте, пожалуйста, сердечки, если вы меня смотрите, чтобы я знала, что наше пир так. Спасибо. Нет. Человек, который счастлив и здоров, не будет издеваться над своим телом. Да, но только практически каждый из нас над ним издевается в разные периоды своей жизни или постоянно. Потому что если мы с вами выйдем на пляж летом, то мы с вами очень нечасто увидим красивую фигуру. Если мы увидим красивую фигуру, то очень часто мы увидим её с имплантами в заднице, это я наблюдаю, перекачанную, что тоже есть нездорово, когда девушка перекачана занадто, почему она это делает, почему она выглядит как мужик. Я вчера была как раз у ребят, у реабилитологов своих, и там такой есть зал для занятий спортивный, такого, знаете, старого образца, вот как по мне он. Там немного тренажёров, потому что там реабилитологи дают нам упражнения. И там висят такие постеры, на которых висят бодибилдеры, да, женщины. Не знаю, как они правильно называются, но давайте назовём его бодибилдеры. И это стоит такое огромное мужское тело, и к нему привязана такая маленькая женская голова. И вот можно сказать, что это человек, который такая она молодец, она собой занимается, это её призвание, но давайте скажем честно, может ли здоровая нормальная женщина, которая пришла в этот мир украшать его, вот такое сделаться своим телом? Почему она это делает? Почему она это делает? Мама пластика, это тоже не про любовь к себе, на ваш взгляд. Смотрите, всё, что касается татуировок, пластической хирургии и прочих вещей, можно поделить на два уровня. Есть уровень того, что я откормила своего ребёнка, моя грудь перестала выглядеть красивой, и я выполнила свою работу матери. И я очень хочу вернуть себе прежнюю грудь, потому что для меня это вопрос уверенности в себе. Однозначно, мама пластика, да. Может произойти такое, что ну так случилось, что моя грудь вообще не выросла, и у меня страшно жуткие комплексы, а я досточка. Окей, да. Но когда приходит девочка с красивой грудью, там второго размера, и хочет поставить себе пятый, не рожавшая, ничего, для того, чтобы брать мужиков, тогда нет. Тогда я не понимаю, когда сегодня, если говорить о пластической хирургии, да, и обо всех вещах, всё уместно в своём возрасте, в своё время и в своём масштабе. Когда наши девчонки, а я уже имею право так говорить в своём возрасте, и как мама двоих дочерей, когда девчонки наши молодые, красивые, в 18 уже перекроили себя наполовину, переделали себе лица, сиськи, повырезали ребра, я считаю, что это преступление по отношению к своему телу, потому что девочка занята совершенно не этим, совершенно не этим. Поэтому ещё раз, пластическая хирургия, всё остальное, там зубы, стоматологи, я не за естественную красоту, тогда, когда это некрасиво. я говорю о том, что нам даётся изначально красивое тело, которое мы, по сути, уродуем. уродуем из-за своего внутреннего уродства, из-за того, что наши внутренние проблемы, наша неуверенность, страхи, комплексы, мы пытаемся этим, либо решить за счёт того, что мы тело начинаем вбивать что-то, что-то изнутри, заставляет нас уродовать наше тело. И именно наши внутренние мысли, страхи и прочие штуки заставляют нас жрать как ни в себя, пить, не заниматься своим телом и достаточно осознанно убивать его. Потому что, когда наступает вечер, и вы начинаете есть, заказывать себе много еды, понимая, что вашу фигуру это никак не улучшит, это говорит о том, что у нас есть множество нерешённых внутренних проблем. Так вот я вам хочу сказать, что если вернуться в своё детство, там, в свои 16, у меня всё было очень интересно. Потому что я долгое время, ну, была просто обычной девочкой, и в принципе я себя супертолстой не считала. Я была нормальной. Но, ну, то есть, я и по-прежнему так считаю. Многие подростки выглядят точно так же, и это есть естественно. Да, прибывала проблема, которую провоцировали мои близкие. Как они это делали? Мама, которая ничего не знала о питании и готовила мне вечером, днём, там, пирожки, да, там, как нас обычно кормят, жареную картошку, макароны, ничего не понимая и не зная, мама готовила такую еду, которую я ела, да, то есть, никто не говорил, что что-то нужно не так. Вторая проблема была бабушка, которая была полной, 120 килограмм. Где-то бабушка весила, и бабушка говорила о том, что у нас все толстые, у нас крупная кость, и ты ничего не можешь с этим поделать. Вот, у нас все такие, поэтому ты, Олечка, нормальная. Это была вторая проблема. Третья проблема была мой отчим, который в какой-то момент, он был, наверное, самый нормальный. Он мне сказал, ты столько по вечерам ешь, ты будешь толстая. И вот эта фраза толстая, она меня взвинтила, но поскольку вокруг меня не было осознанных людей, я начала заедать его фразу толстая, я говорю, я даже помню, где я сидела, я начала ее заедать, потому что как ребенок я не понимала, как решить эту проблему, но я каждый раз, чувствуя себя раздраженной, обиженной и не понимая, что мне делать с тем, что у меня есть проблема, которую я не знаю, как решить, я ее начинала заедать. Таким образом, включая в себе еще мощную эмоциональную проблему, о которой я тогда ничего не знала и не понимала. И вот эти привычки с детства, они у нас всегда очень сильно, они в нас как бы застреют, потому что они затем, знаете, как расстилают перед нами красную дорожку, перед нашими проблемами всеми. Я, кстати, сейчас для тех, кто есть в эфире, хочу сказать, скажу это еще в конце, хотела сказать вначале, но забыла, что 17-го, не просто так эти темы подвожу, очень много меня спрашивают по поводу тела, и 17-го сентября я запускаю марафон 10-дневный, который так и будет называться телом. И сегодня я разыграю одно из мест на этом марафоне, совсем скоро будет презентация со всеми ценами и прочими моментами того, что там будет, но сегодня на этом эфире я разыграю первое место для участника. Вам необходимо будет написать в комментариях свой инсайт и поделиться своим эфиром у себя в сторис. Сразу же я вам об этом сейчас говорю, для того, чтобы те, кто до конца сейчас не добыли, знают, потому что розыгрыш уже буду проводить скоро. Так вот, как раз вот эти сформированные в детстве привычки, безусловно, отразились на дальнейшей взрослой жизни. И на сегодняшний день у людей привычка заедать любые свои проблемы и пытаться решить эмоциональную проблему с помощью алкоголя или еды остались. Помните, у нас как? Когда приходишь, ты расстроен, и бабушка тебе или мама говорит, сейчас я тебя накормлю, и все станет хорошо. Когда ребенок выходит с занятия расстроенной или со школы, ты говоришь, что пойдем, я накормлю тебя вкусным мороженым. То есть как бы еда у нас становится пунктом таким. И когда мы этот вопрос не нормируем и не объясняем, а нам точно никто этого ничего не объяснял, тогда для нас это на всю жизнь остается решением проблем. И вот когда я пошла, помню, как я пришла в школу, и знаете, что сработало? Я прихожу в школу после летних каникул на 1 сентября в 9 классе, и вдруг мне говорят, ты похудела. И я понимаю, а это уже было мое соприкосновение с мыслями о том, что я толстая, и я понимаю, что меня ассоциируют с толстой. И я начала себя сравнивать с другими. Я начала себя сравнивать с другими, и это стало очень больно меня пробивать. Я начала замечать, что оказывается, я-то думала, что я нормальная, но я стала замечать, что там у Ани живот стройный, она ходит в топах коротких, а я стесняюсь, я до 35 лет не носила вот такие топы никогда. Ну, чтобы вы понимали, ни на спорт, никуда, вы меня нигде не найдете в коротком топе. И я помню, как я начала смотреть на ноги других девочек, еще была такая яркая картина в моей жизни, у меня был парень, который мне нравился, я была популярной девочкой в школе, несмотря ни на что. И вот я иду с этим парнем за руку по четвертому этажу, и вдруг навстречу идет его одноклассница, модная девочка такая была, Рита, и она говорит, ой, у нее такая задница здоровая. Вот сколько лет прошло, я 21 год назад закончила школу, лет 25 прошло, чтобы вы понимали, а я помню даже, как она была одета в этот момент. Для меня это был шок, у меня задница, и это меня пробило. Когда я пришла в 10 класс, я уже сильно похудела, сильно относительно того, какой я была. И джинсы, в которых я тогда была, я помню эти джинсы, я помню, как я их надела, и увидела, что они на мне, ну, они на мне не держались вообще. и это еще раз отразила во мне мысль о том, что я толстая. Раз с меня джинсы так падают, значит, я была очень толстая, а стала средне толстой. Наверное, жизнь подростка самая сложная в этом плане, особенно тогда, когда твои родители с тобой об этом не говорят, потому что не знают, о чем тебе сказать, и ты уходишь с этим во взрослую жизнь, как с нерешенной проблемой, затем закрывая на нее глаза. Так случилось бы и со мной, но я дальше попала в 19 лет в шоу-бизнес. И мой продюсер, замечательный Саша Ягольник, первым делом сказал, тебе надо похудеть. И потом у нас случился, я начала худеть, у нас случились съемки первого клипа, и там была фотосессия, прямо во время клипа. И мне, у меня были такие штаны с высокой достаточно талией, и короткий топик, который завязывался. Ну так, типа, вот, извините, я тут вам голый себя показываю. Вот. И, значит, на фотографии, он решил сделать фотографии, делали календарики, и у меня до сих пор это есть. У меня такой валик жира, ну у меня сейчас вот кожа просто, а тогда у меня был валик жира, вот такой, вот вываливающийся, и он это делает календариком, который распечатывает, и говорит всем раздавать. И афиши такие. Это, конечно, показало мне еще раз, что я очень толстая, для меня это был такой удар, и, конечно, тогда уже начались мои более серьезные сражения, с фигурой. Но каждый раз я стрессовала, каждый раз я худела, набирала, я уже умела делать с собой абсолютно любые манипуляции, и все это доводило, конечно, меня до каких-то сумасшедших вещей. И что самое главное, что чем больше я худела, тем больше у меня было проблем. И если в какой-то момент мне казалось, что если я похудею, то, значит, меня буду больше любить, потом мне казалось, что если я похудею, то тогда передо мной еще что-то будет. И знаете, что происходило? Я худела, а потом я приходила, накупала себе еды, нажиралась этой едой, и понимала, что если я сейчас не поем, я сойду с ума. И вот вы знаете, история с телом настолько большая, и настолько емкая, и настолько болезненная. Я наблюдала за своей мамой очень много лет, которая все время говорила, что я худею, я на диете. Я худею, я на диете, я только сейчас салатик, значит, там какой-то поем. Она делала какую-то миску салата совершенно сумасшедшего размера, заправляла это все каким-то жирным маслом. Но я видела одно, что у ментали наших людей, помните, как Новый год, реклама меня всегда поражала, тоже про мизин, типа купи таблетки и продолжай есть. Но вот в какой-то момент я начала себе задавать вопрос, о чем мы едим вообще. Почему мы едим, как дебилы ненормальные? Почему мы не можем остановиться? Почему вдруг еда становится для нас культом, лекарством, проблемой? Потому что толстеем мы однозначно из-за еды. Это как бы неспорно, нельзя с этим поспорить. Мы набираем вес, потому что мы перебираем этих калорий. Но почему мы тогда едим? И тогда я увидела, что еда становится для нас решением всех наших проблем. То есть она их как бы не решает, но это как своеобразный вид алкоголя, который нас успокаивает. И вместо того, чтобы разбираться с истинными причинами, мы нападали и совершенно не заточены. И наша главная всегда история заключается в том, что если я не нравлюсь, как я выгляжу, я надену что-то балахонистое на себя и продолжу жрать. И я замечала, что каждый раз, когда я начинала поправляться и стрессировала от этого гораздо больше, я стала надевать более свободную еду, я стала надевать более свободную одежду и продолжать есть. И вот это, конечно, потрясающая история. Я наблюдала в течение жизни много за людьми. Я вообще большой наблюдатель, поскольку я люблю все анализировать, проводить параллели. И вот когда я смотрю на тучных людей, среди тучных людей в моем окружении, люди, с которыми я соприкасалась, очень много волевых, сильных и невероятно классных. Вот прямо классных. Вот прям крутых. Таких, знаете. Но я могу вам точно сказать, что если у вас есть лишний вес, чтобы вы не говорили о вашем полном счастье, ваш лишний вес скрывает, покрывает ваши огромные проблемы в вашей голове. И наше тело, как я уже сказала, на самом деле прекрасно и приходит в мир прекрасно. И именно наши с вами мысли, состояния, в которые мы себя загоняем, и превращают тело в то, каким оно становится. И вот это ваше... Посмотрите... Все, включился эфир. Посмотрите внимательно на свое тело и осознайте, если в нем есть что-то не так и не то, если у вас есть постоянное желание что-то с ним делать, то на самом деле тело ни в чем не виновата. Это вы пытаетесь его наказать за что-то лишним весом, перекраиванием, переделыванием. И если вы не приходите в удовлетворение от того, что вы с ним делаете, то это еще один показатель, что прыгать нужно сюда. Когда я занялась глубже исследованием взаимосвязи наших мыслей и нашей реальности, конечно же, я четко увидела связь между тем, в каком состоянии мы находимся, что находится у нас внутри и как мы при этом выглядим. Очень часто люди, когда встречают кого-то, кого давно не видели, и меня, кстати, в том числе, говорят, как ты изменилась? Я недавно встретилась со знакомым в супермаркете, он мне говорит, ты пластику сделала? Ольчик, что в тебе изменилось? Ты так помолодела? Я могу точно сказать, что просматривая свои фотографии или видео, вы можете тоже лицезреть, можно увидеть фантастические изменения, не только во мне, хотя во мне тоже, вы можете их наблюдать в себе или в ком-то. Кто-то как будто бы не меняется, кто-то становится хуже, а кто-то наоборот. И все это отражается на нашем теле. Поверьте, человек не начинает выглядеть лучше, если в его жизни полное говнище. Он не может этого сделать. Точно так же, как человек на ровном месте не превращается в старика или в старушку, не набирает лишний вес, если внутри него его мысли, его внутренние вибрации энергетические, если там что-то не портится. Взаимосвязь между нашим телом и нашими мыслями самая прямая. Можно 300 тысяч раз садиться на диеты и сражаться. Часто для людей, когда мы говорим о теле, включается такое понятие, как сила воли. У тебя нету силы воли, поэтому ты ешь все подряд. Поверьте моему богатейшему опыту, сила воли никогда в долгу и не сработает. Сила воли – это про терпение, про войну, которую ты объявляешь себе, про вызов и про желание продержаться. Но когда ты продерживаешься и в какой-то момент твоя сила воли закрывается, потому что у тебя включается знакомая программа страха, обиды, чего-то еще, что с тобой вылазило, и то, что ты привык много лет решать с помощью зажирания, заедания, для кого-то забивания. Ведь мы с вами сейчас рассматриваем достаточно популярные вещи. Есть люди, которые режут себя ножом, знаете, таких, и лезвием. Я помню, в школе у меня была Оксана, которая резала себе, доставляла боль своему телу. Таким образом она глушила свою внутреннюю боль. То есть, делая физически себе больно, ей становилось легче морально. И уровень издевательства над своим телом у нас огромный. И если, я уверена, что сейчас те, кто смотрят, у вас, у кого-то есть свои скелеты, которых вы, возможно, боялись признаться. Я знаю людей, которые ожоги себе делали, которые берут гвозди, протыкают себе и доставляют боль таким образом. Я хочу, чтобы вы понимали, что, конечно, я не буду сейчас сильно затрагивать клинические такие темы, потому что это нужно однозначно работать со специалистом. Сто процентов. Это серьезные вещи. Но, тем не менее, если вы в себе просматриваете какие-то вот такие вещи, что вы понимаете, что за счет того, что вы испуганы, у вас есть множество неразрешенных внутренних проблем, и выглядите вы не очень, взаимосвязь очень простая. Сколько бы мы себя внешне, свое тело не полировали, все это будет держаться только временно и очень часто на силе воли. Потому что, как только ваша сила воли будет заканчиваться, ваши проблемы будут активироваться, и все у вас будет продолжаться. Поэтому, когда меня спрашивают про диеты, про то, сколько калорий вы едите, я вам сразу же скажу, это совершенно нерабочая в моем случае стратегия. Когда мне хорошо, у меня работает совершенно другая программа. И вот, когда я начала эти вещи изучать в контексте возможностей нашего разума, я наконец-то увидела очень прямую связь между тем, что в моей голове, и тем, как я выгляжу. И я увидела и осознала, что в общем-то все мои проблемы с лишним весом, и с моим желанием что-то преобразить в своем теле. Я очень много лет хотела сделать себе ринопластику, изменить свой нос, значит, там что-то поменять. И только в тот момент, когда головой своей я выросла, проработала, я вдруг осознала, что я не хочу быть девушкой из фильтра. Когда я недавно нашла один фильтр, и стала такой типичной инстаграмной красоткой, такой, знаете, прям вот типичной теченой, и меня это напугало, потому что я понимаю, что я сама-то себя не узнаю. И когда мы прорабатываем именно свои внутренние вопросы и вещи, именно тогда у нас и появляется любовь к своей индивидуальности, у нас перестает появляться желание жрать, у нас перестает появляться желание решать свои проблемы через еду, или манипуляции со своим телом, потому что мы начинаем принимать тело как своего партнера. Давайте об этом побольше. Что значит тело как свой партнер? Я вам уже сказала, что тело это не есть я, тело это то, что мне дано в аренду. И тело является зеркалом моей души. Вот такой красивый фразеологический оборот. тело, потому что то, что внутри, то есть снаружи, вы должны это осознавать. И если с вашим телом происходит болезнь, если его выкручивает, если у него что-то болит, тело всегда разговаривает с вами, оно всегда говорит нам, где у нас есть проблема и над чем нам нужно работать. Я всегда знаю, что если у меня пропал голос или болит горло, мне нужно подумать, что именно я и кому хочу сказать, где у меня тут застряло. Бывает, что есть ситуация, которую я не в состоянии проглотить, не могу ее пережить. Я работаю с практиком по тета-хилингу, тоже интересная такая практика, и мы погружаемся в медитацию, и вот я помню, как я прихожу к ней на первую сессию, и начинаю с ней разговаривать, она погружает меня в медитацию, а я не могу глотать. Она говорит, что в горле, я говорю, я могу ловить, клянусь вам, вот так вот я ей говорю, она мне спрашивает, что в горле, и я вижу в горле вот такого размера леденец, вот ощущение, что у меня вот такой леденец, и знаете, он застрял, и мне больно. Мы провели с ней сессию, там она начала что-то делать, мы провели с ней сессию, в конце сессии, сессия длится 2 часа, она мне говорит, смотри в горло, ну, внутренне, визуально, я смотрю в горло, есть леденец, говорю, нету, куда делся, растаял. Так вот, наше тело всегда сигнализирует нам о том, что с нами происходит, и поверьте, мой копчик, я прекрасно знаю, почему он начал остро болеть, и в какой этап мы с ним проводим, не означает, что когда вы осознаны, у вас ничего не будет болеть, так не бывает, тело, ну, как вам сказать, диалог в жизни, это самое важное, он нас ведет, но осознанность, когда я понимаю, что мое тело болит не потому, что оно просто болит, а потому, что оно со мной разговаривает, позволяет мне развиваться и идти на новый уровень, поэтому, если у вас есть хроническое заболевание, если у вас что-то начинает болеть, внезапно, поверьте, это история про разговор вашего тела, самое дурацкое, что вы можете сделать, это проглотить таблетку, обезболить и сделать вид, что нет, я ничего не слышу, это просто у меня что-то болит, тело всегда разговаривает, да, психосоматика мощная вещь, абсолютно, но ключевая задача не просто знать это, а уметь с этим работать и работать с этим, потому что мы сегодня уже достаточно образованные, мы под 10 слов отовсюду слышали, психосоматика знакома, а знаю, да, это вот, знаю, а делать-то что с этим? Я хочу, чтобы вы еще раз осознали и поняли такой момент, что ваше внутреннее отражается в вашем теле, и вы можете быть недовольны своим телом сколько угодно, но если вы на самом деле хотите решить вопрос кардинально с тем, как вы выглядите, с тем, в каком состоянии находится ваше тело, с тем, как научиться слышать ваше тело, о чем оно говорит и что делать с этим разговором, как с ним поговорить, это необходимо проработать, проработать вот здесь. Фишка самая интересная заключается в том, что когда наша голова здоровая, мы не набираем лишний вес, у нас нету потребности его набирать, у нас нету потребности делать со своим телом то, что ему не нужно, у нас нету потребности его постоянно менять и издеваться над ним, потому что за свою жизнь мы сделали это очень много раз. Все, что касается интересной темы, такие, как шрамы, да, вот шрамы на нашем теле, это всегда метки, и я в этом абсолютно убеждена. в моей жизни когда-то, когда я занималась свадьбами, был клиент, у которого был шрам на пол лица, очень мощный, такой, я не знаю, что с ним случилось, но он был прям такой, знаете, как будто бы его ножом полоснули, вот так вот ему просто, и у меня с этим клиентом случилась ситуация, в которой я буквально в ногах у него валялась, хотя не особо-то была виновата, честно говоря, вообще не была виновата, была виновата только в том, что не знала, как себя правильно вести, и он меня, наверное, убивал, вот морально, знаете, убивал, и это был первый момент, когда я задумалась о том, что значит, что означают шрамы, есть ли какая-то связь, и я вам могу сказать, что когда в вашей жизни какого-то, простите, уродства или каких-то моментов слишком много, это отражается на вашем теле, это не связано только с уродствами, да, внутренними, это связано, например, бывают люди, которые очень в жизни туго двигаются, не в состоянии, вот буквально вообще не в состоянии ничего сделать, и это история про шрамы на ногах, а в некоторых случаях и про ампутацию, заметьте, как много людей с ампутированными конечностями бомжи, можно сказать, что это люди, которые просто валяются на улице, они за собой не смотрят, но нет, это люди, которые не желают идти вперед, не желают использовать возможности жизни, они сдались, а раздались, то зачем им ноги, зачем им ноги, я знаю множество историй про то, когда людей парализовало именно в те моменты, когда внутри них не было желания развиваться, и эти люди не видели для себя пути развития, и таким образом у людей забиралась возможность идти вперед, а для некоторых наоборот устраивалось такое препятствие, как точка для достижения целей, когда ты, у тебя забрали ноги, раз тебе не надо идти вперед, но человек путем активации своих жизненной энергии, понимая, что он страшно хочет теперь ходить, помните, я во всех эфирах говорю вам, когда вы от чего-то несчастны, уберите любую базовую свою опцию, уберите возможность шевелить и двигать правой рукой, загипсуйте ее, привяжите, уберите себе возможность ходить, и вы поймете, насколько вы счастливый человек и вообще богатый человек имея те базовые опции, которые у вас есть. Так вот, я хочу, чтобы вы сегодня посмотрели на свое тело несколько значительней, чем смотрите на него обычно, и осознали, что кроме того, что ваше тело это главное богатство, тело это то, что вам дано и то, что заберется, и то, что заберется. Теперь давайте обратим внимание на такую вещь, почему одни люди в 40, в 50 лет выглядят красивыми и ухоженными, а другие уже в 30, 35 выглядят старичками, ведь тела всем даются одни и те же, но внутренний мир у каждого из нас свой. Можно сказать, у одних есть деньги, у других нет денег, но а деньги-то от чего даются, от внешнего или от внутреннего? Деньги мы как раз зарабатываем с помощью внутреннего, с помощью своих мыслей, идей, настроя, энергии, действий, все то, что идет у нас. Так, друзья, придется сделать вторую часть, такой глюк появился в инстаграме, что когда кто-то звонит во время прямого эфира, Лена Петревская, тебе приветик, пропадает звук, пропадает звук, вчера такое было несколько раз во время прямого эфира, когда я была в салоне, поэтому сори, сейчас буквально подожду 10 секунд, к сожалению, 10 минут, мы не успели с вами договорить, но я договорю обязательно. Есть, да, давайте поставьте, пожалуйста, сердечечки мне, чтобы я знала, что вы меня слышите замечательно, мы с вами продолжим, я в принципе, но вы все равно этого не услышали, я говорила о том, что есть такой момент, что когда мы с вами умираем, мы с вами узнаем, что тело остается, как бы тело умирает и говорят, что душа бессмертна, так вот это как раз и есть история о том, что почему, например, люди в разном возрасте выглядят абсолютно по-разному, говорила, и я говорила про 40 лет, а когда люди умирают, люди тоже выглядят по-разному, и очень часто мы видим, что человек в 30-40 лет может быть стариком, в то время, как 80-90 лет, вот Владимир Познер, не знаю, сколько ему уже лет, могут быть очень бодрыми, выглядеть очень круто, садиться на шпагаты, прекрасно танцевать и быть очень прокачанными, интересными и живущими до конца последних дней, у нас недавно Чапки Сумер тоже, который танцевал буквально там до своих последних дней, поэтому это еще раз доказывает взаимосвязь не между тем, что возраст и тело соединяются между собой, да, в этом есть, конечно, какие-то моменты, но очень условные, потому что именно то, что находится в нашей голове, отражается в нашей реальности, и к чему я вообще все это так долго вам рассказываю, объясняю. Но первое, прежде всего, конечно, я хочу, чтобы вы осознали, что такая взаимосвязь существует, и что единственный и действенный самый способ, который я нашла для того, чтобы поддерживать свое тело в классном состоянии, как по питанию, так и по тому, как оно выглядит, и по тому, сколько ему лет, потому что, на секундочку, мне 38 лет. Я скажу вам честно, я очень люблю сравнивать себя с другими людьми. Это не могу сказать, что очень классная тема, но мне это очень помогает держаться. Я считаю, что, вы знаете, если вам это помогает, используйте на здоровье. Я часто люблю спрашивать людям, сколько им лет, и смотреть, значит, сравнивать себя, как я выгляжу по сравнению с ними. Так вот, я вам могу сказать, что я до сих пор пока не могу осознать свой возраст, потому что для многих людей, и для меня в том числе, когда мне было там 15, мне казалось, что когда женщине под сороковку, это уже женщина, это уже мама. Моей старшей дочери будет 10 лет, при том, что родила я ее в 28 лет, ну, не в 18. Но то, как я выгляжу, то, что я могу сегодня себе позволить в контексте одежды, в контексте действий, движений, показывает мне, что я очень молодая женщина. Мало того, я могу сказать вам интимную вещь, что то, как я выгляжу сейчас голой, значительно круче, чем то, как я выглядела голой в 20, для себя, по крайней мере. У меня прекрасная подтянутая кожа, грудь, ноги, бедра. Вы знаете, что я любительница повыставлять свои голые фотографии, ну, условно, голые, в Инстаграме, и я этим очень сильно горжусь. И когда первое время меня спрашивали, боже, зачем ты это делаешь там, а некоторые мне говорили, мужчины, ну, ты что, с тобой знакомиться, ты это делаешь, ты типа мужчину себе ищешь. Я говорила, мальчики, когда тебе 18, и ты выставляешь себя полуголой, то ты ищешь себе мужика. Когда тебе 38, и ты выставляешь себя полуголой, ты показываешь мужикам факт и говоришь, посмотри, какая я охуенная. Вот приблизительно так. Ну, может быть, не всегда факт. Иногда грудь, иногда сосок, иногда ему еще что-то показываешь. Но это уже внутренняя твоя работа. Я очень хорошо помню, была такая модель замечательная. Есть Влада Литовченко, такая знаменитая в Украине барышня, и вдруг на 40 лет она публикуется в журнале Playboy на обложке. Я помню, я не знаю, сколько сейчас Владе, я помню, как я открыла рот и говорю, ну, вообще, может быть, это лет 10 назад было, ну, плюс-минус, не знаю. Я думаю, ну, как она вообще может, зачем она это делает, она же взрослая женщина. Сейчас я понимаю, зачем она это сделала. я понимаю, зачем она это сделала. Это не означает, что всем нужно на обложку Playboy, а тут у каждого свое понимание. Я, например, никогда в жизни там топлив не снимусь куда-нибудь. Но тем не менее, это уже твоя работа. И я могу вам сказать, что без здорового мозга сделать свое тело классным очень сложно. Есть два варианта классного тела. Либо у тебя здоровый мозг, либо он у тебя очень больной, и ты его выпиливаешь, это тело просто убивая себя напрочь. Но как человек, который, опять-таки, повторюсь, работает все-таки с осознанностью, как человек, который работает через мысли и через то, что когда мы начинаем осознавать себя, когда мы начинаем понимать, что наши мысли напрямую создают нашу реальность, тогда ты начинаешь понимать, что раз они создают реальность, они создают и твое тело. И поэтому я 17 сентября презентую свой марафон 10-дневный, очень доступный, который я сделала по просьбам трудящихся, потому что я уже устала выставлять эти фотографии, каждый раз слышать, что вы с собой сделали, и слышать вопросы, как вы питаетесь. Марафон, в котором ничего не будет по питанию, по калориям, по пробежкам, по спортивным историям, нет. Марафон, в котором мы будем учиться, понимать свое тело, принимать свое тело и с помощью весьма несложных практик и очень крутых медитаций научиться настраиваться и, наверное, даже соединяться, общаться со своим телом, превращаясь в его друга. Потому что только таким образом, я считаю, можно в долгую решить вопросы не только лишнего веса и старения, но и вообще любви к себе. Потому что вот этом у нас как раз никто и не научил. Можно бесконечно худеть, потом опять толстеть, можно бесконечно себя наказывать, можно бесконечно включать силу воли, можно бесконечно... Зачем это делать? Зачем это делать, если можно один раз, один раз, достаточно просто подружиться со своей головой и в том числе со своим телом. Я записала уже очень классные медитации, вот недавно буквально их записала, закончила. Очень сильные, очень мощные, которые на подсознательном уровне помогают. Будут медитации, которые будут возвращать и прорабатывать, находить те проблемы, когда они у нас начались, почему с нашим телом у нас начались, наши ссоры и проблемы, да, что вообще этому было за чином. И, конечно же, будет очень много медитаций и упражнений, которые помогут нам соединиться и наладить контакт. В моем случае это прекрасно сработало, и среди моих выпускников в марафоне Рерайтер жизни, людей, которые находятся в клубе, есть уже достаточно приличное количество девушек, которые просто через программу смогли самостоятельно начать создавать свое тело совершенно другим, через осознание момента. Данный марафон будет направлен исключительно на тело. Мы будем об этом говорить, мы будем выполнять практики, мы будем делать медитации. И я более чем уверена, что для многих женщин, я его сделала так, направленным на женщин, потому что, конечно, это более женская тема, мужчины в этом не всегда признаются. Я все-таки более чем уверена, что для многих женщин это станет новой точкой отсчета. Среди моих знакомых много девушек, которые в какой-то момент занялись этим вопросом и очень сильно изменили свою внешность, именно благодаря тому, что начали наводить порядок в голове. Конечно, это можно делать самостоятельно, тут, как и всегда, и во всем. Можно самостоятельно делать, самостоятельно изучать, но я знаю, что есть много людей, которые любят идти со мной, и поэтому я вам сегодня об этом говорю. Сейчас я буду заканчивать этот эфир и хочу вам напомнить о такой вещи, что я решила разыграть одно место в марафоне тела, который стартует 17 сентября. Совсем скоро я дам о нем информацию, сейчас буду пока каждый день понемножечку рассказывать о нем. И для того, чтобы стать первым участником этого марафона, давайте так скажем, я вас попрошу, первое, поделиться эфиром. Наверное, желательно поделиться первой частью, я там напишу, что продолжение есть во второй, потому что вы сейчас смотрите вторую часть, ну, увы, так получилось, что эфир наш разъединился. Второе, написать свой ключевой инсайт, который вы сегодня словили. Давайте под вторым видео, вот первым вы поделитесь, а под вторым видео вы напишите свой ключевой инсайт в комментарии. Вот что вы поняли, вот что такое инсайт, да, это что-то, что вы для себя новенького поняли, когда прослушали этот эфир. Я надеюсь, что вам было интересно, полезно, ну, думаю, что в комментариях вы тоже можете об этом написать. Заканчиваю, друзья, эфир, желаю всем замечательного дня и до скорых встреч в марафоне тела, ну и не только там.